особый привет персональный привет так вот делаем мы следующие видно что мы делаем цветное уже да но цветная грунтовка зачем это все делается и как это все делается рассказываем вам из первых так сказать рук для чего во первых экономится время на целом слое не нужно ждать пока она высохнет а это так сказать уже своего рода у нас подложка под под нашу как там это чем-то лючия мираж там в общем все что она вах это чем-то итальянского да то есть мы как бы соединяем грунтовку вместе с цветом ну и одновременно грунтуя уже подложка цветная то есть колоруем так сказать грунт хотели донести до вас вот эту тонкость не серьезно ребята вот пользуйтесь таким добрым моментом экономьте свое время силы на том чтобы загрунтовали уже цветным а я не сказал да что в грунт в грунт мы добавляем немножко красочки да сразу же красочки для вот этой плотности уже это фасадная акриловая краска у нас по моему фасадная да можешь олег показать вид не надо эльф да особенно эльф ну ладно берете просто фасадную краску для чего фасадная потому что она немножко при высыхании темнеет темнее для чего это нам нужно и во первых меньше мы тратим колоранта на то чтоб там просто капля раз и вот та цветовая палитра которая у нас будет это чем-то наши да так сказать в кавычках вот мы ее и в эту тональность мы просто уходим от белого она при высыхании набирает себя и получаем уже цветную подложку под нашу лючию то есть экономим целый грубо говорят экономим целых ну 4 часа как минимум экономим соотношение но это надо вот олега надо сейчас микрофон ему передам от он меня из-за кадра там наклоняет и наклоняет а он вам расскажет про соотношение материала значит мы взяли наш волшебный грунт где-то один наверно один к одному с фасадной краской и добавили водичке добавили водич чтобы тоже что у нас получилось у нас получилось где-то 22 литра мы найдет около двух украинцев а набор она чуть нами на чуть меньше мы понына полтора рушка полтора жкала получилось то есть это литр волшебного грунта и пол литра красочки фасадной. Это полторушечка. И добавили где-то, наверное, водички. Где-то литра два, наверное, да, Олег? Ну, у нас тут квадратура примерно 30 квадратов. 40 квадратов. Мы разбавляли приблизительно, чтобы у нас ушло литр. Знаешь, говорю, у нас тут приблизительно до 40 квадратов, поэтому мы тут разбавляли, чтобы у нас примерно с одного литра мы загрунтовываем 7 квадратов. Ну, приблизительно. Ну, до 10, ну, 7 это так, стабильно. В общем. Да, потому что это же уже с краской, колорованной. Надо, чтобы не было вот этих вот, как... То есть, считайте, это первый слой покраски уже. Вот, вот. То поэтому где-то 7 литров, грубо говоря. Ну, 12. Ну, 12 литров точно. 12-15. Квадратов с литра. С литра, да. 12 квадратов с литра. Ну, хорошо. 10 литров с одного... Вернее, 10 квадратов с одного литра. И до того нам нужно понадобилось где-то 5 литров, да? Да. 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 Поэтому... Полторушка она получилась. Литр волшебного грунтовки, пол-литра краски. И еще раз повторяем. Да. Я уже говорил, что там литр волшебного грунта, пол-литра краски, это полторушка, и до 5 литров это получает еще 3,5 водички. Вот у нас получилось. Да. И будет вам такое вот... И будет вам счастье. Сегодня мы продолжим разговор будем говорить о шелкографии. Да. Мы вчера... Ну, или когда... Да. Вчера мы делали подложку, показывали вам, да, в каких соотношениях мы делали, что мы там использовали. Ну, на что особо хотел бы, да, там, подчеркнуть или обратить внимание. Когда будете делать подобную подложку, то следите за тем, чтобы у вас не было шагрени на поверхности. Если будет шагрень, то это шагрень будет передаваться и на шелкографию. То есть, насколько возможно, да, там, брать валик с мелким ворсом, как можно разводить больше краску, для того, чтобы у вас не было такого вот такого букле, да, или шагрени. Потому что даже у нас, да, вот как мы не старались, но какие-то там есть вот такие намеки на вот эту букле. А ну, Олег, покажи им, если это будет. Я вот стараюсь вот здесь. Да? Ну, хорошо. Значит, вот этого, ну, избегайте, да, чтобы букле не было. Второй момент. Когда мы перед нанесением сегодня, мы прошли все металлическими шпателями. То есть, взяли вот шашки на голову, сделали, вот, вот, и металлическим шпателем все это прошли, чтобы убирать, например, там какие-то заусенцы, может, какой-то там мусор, да, попался там или еще какие-то там. Чтобы это все, ну, никаких там не было инородных тел. То есть, это такое пожелание, ну, как говорится, основное, да, то есть, букле и вот этих инородных страховатостей там в виде камер, ну, каких-то там песочка или каких-то мусора. Потому что, если это попадает вам на шелкографию, то будете просто проливать слезы. Это будет, да, будет соцарапать вам шелкографию. Ну, в общем, будет очень неприятно. Поэтому, как я скажу, не поленуйтесь, да, сделайте один раз хорошо, вот, и будет вам счастье. Это что касается вот подготовительных, да, работ. Здесь мы использовали фасадную красочку по той причине, что она более крепкая, да, более плотная. Чтобы она там не размокала у вас, когда вы будете работать с перламутрами. Здесь у нас лучи вам знакомы. Мы уже работали лучи. В предыдущих мастер-классах мы показывали, мы делали, по-моему, дамасскую штукатурку им. Делали еще подобные вещи. И здесь мы, что там, отколеровали лучи универсальными красителями. Да, вот, есть подобные такие, как Снежка, или такое, как Пигмакс Микс, да, можно использовать. И что еще? Вот мы сегодня были, да, на производстве Андомиксовском. И было приятно увидеть, что Игорь, как мы называем его, Андомиксович сделал нам перламутровую, как мы называем, да, как это, как аточенто, да, или аналог аточенто. Вот представьте, перламутровая аточенто. Вот то, что мы работали пролину, что я добавлял пролину, помните, с миражом мешал, там луч его добавлял. То есть на сегодняшний день существует уже база, то есть Игорь Андомиксович сделал нам шелкографию уже перламутровую. Там же есть и такое, как и венга, там же есть и золото. То есть будем, ну, в следующий раз, возможно, мы возьмем эти образцы и уже здесь мы будем делать подобные, ну, колеровать уже. То, что вы видели, я добавлял декоративную краску, Иркомовскую. на сегодняшний день уже готовая вот шелкография вот наподобие уже готовых баз, золото, там серебро, бирюза, там есть, да, какой такой, античный, да, то есть очень интересные подготовили нам Игорь Андомиксович материалы, поэтому, я надеюсь, в дальнейших мастер-классах мы еще, так сказать, подробнее поговорим об этом. То есть там есть, появилась и новая линия и по Марсельчику, новая линия, и по перламутровым, там, лазурькам, тоже интересные такие, уже когда увидели, то были приятно удивлены, что, ну, есть и интересные материалы, как наподобие персия, как у эльф декора, да, представьте, что в пролынку мы добавили еще, там, мраморной крошки, такой мелкой-мелкой, да, такой, там, и тоже можно делать подобные вещи, получается очень интересные. Поэтому, ребята, не переключайтесь, вставайте с нами, подожди, пока не выключай, я им объясню, что это мы делаем первый слой, и после того, как он высохнет, мы уже будем делать, ну, рисовать шелкографию. То есть, можете так еще воспользоваться, ну, нашим, так сказать, таким, как мы называем, ход конем, по той причине, что, ну, во-первых, расход, вот, сколько здесь метров, мы считали метров сорок, и вот мы уже заканчиваем эту стенку, ну, и ушло у нас, ну, может быть, литр материала, то есть, вот мы перетянули первый слой, ну, и, соответственно, и на второй слой нам пойдет тоже достаточно немного материала, тоже как идея в отделке, то есть, ну, или в нанесении, или в технологии нанесения, там, шелкографии, то есть, первый слой нанесли, дали ему высохнуть, и потом уже будете рисовать на второй. Олег попросил меня высказать мнение свое по поводу, ну, моих ощущений, вот, как наносится этот материал. Ну, сразу давайте начнем вот с этого. момента. На вид и на ощупь, как говорится, ну, такой, как, мыло для рук, но в очень густом виде. Вот такое вот у меня ощущение. Вот когда берем этот мыло, и вот его в очень густом виде, да, ну, можно так сказать, ну, пускай будет, ну, да, тональный крем, тональный крем, он в виде не блестит, то есть, если в тональный крем добавить перламутр, ну, вот это оно. Ну, и вы сами видите, что оно даже если вот в таком, то оно такое вот, киселеобразное такое, вроде как такое, да. Ну, а наносится, ну, пришли к выводу, что легче наносить, что легче наносить, конечно, уже вот отсюда, и на сухое, и желательно без остановок, и чтобы долго не задерживаться на уже готовом, потому что подсыхающий слой, если мы по нему опять будем возить свежим, то подрывает. Ну, может быть, еще подложка такая сухая, может быть, где-то в чем-то шероховатое. Ну, она носится, ну, хочу сказать, вот угол наклона, может быть, то есть положили, вот как мы воск наносим, вот так же наносим и этот момент. Практически мы снимаем на нет, то есть как будто мелкую-мелкую эту шагрень из-под краски, которая осталась, очень мелкая такая, ну, ее практически нет, но из-за того, что шпателя мы прошли, и если камера вытянет, оно заполировалось верхушечки, вот эту шагрень, считай, мы перекрываем вот нашим этим аналогом отточненько, да, наносим его так положили, сняли, положили, сняли методично, может раз, и вернулись, обобщились чуть-чуть, ну, так же говорю, мы с Олегом, так же, потренироваться перед следующим объектом на Венецианку, да, наносить Венецию первый слой, то есть положить, убрать, положить, убрать, и можно раз, разнести, чтобы как можно дальше было, но не забываем, что это у нас не Венеция, а перламутр, то одно движение в одну сторону, то может в другую сторону, но все равно идем такими, желательно без застанок, чтобы не задерживаться долго на уже на подсыхающем живом слое, ну, такие пожелания, ощущения как бы от того, что как наносится, как оно в работе, ну, мы уже говорили, что есть материалы такие, на крем, крем, на масло растопленное, вот такое вот, когда хорошее, расставившее масло такое, вот вроде как намазываем, мягенькое такое, очень приятное, да, очень приятное, но еще, да, момент, что оно, хочу поделиться, вот Олег уже тоже увидел, почувствовал, что оно очень крепкое, да, подсыхание на кромке, то есть, может быть, придете к выводу, что нужно его чаще мыть, шпатель, чтобы потом не получились писанина такая, вроде от сухого, ну да, надо следить за инструментом, вот Олег подсказывает, ну и заход, по ходу работы, вот проверяйте, чтобы не было у вас там, никаких камушков, там вот, раз, раз, убрать лучше, потому что, какой будет первый слой, второй слой только повторит, то, что вы на первом, ну и что, можно сказать, что по идее, это уже отделка, вот она, может быть, финишная, да, может быть, может быть, оно и да, вот Олег говорит, что может быть, эти первые слой, он кому-то, и понравится, и их заходят оставить, то, если покажет готовую, в ту сторону, вот Олег показывает, он сейчас пошел, получается, вот это, уже мы, считай, нанесли в первый слой, кто, 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 да, ну, кому-то, да, может, у кого-то такая идея, фикс, у кого-то, может быть, это, но тут задача была, такими широкими, пасками, хотя, вот так, если смотришь, тоже достаточно красиво, уже играет отображение, и так далее, ну да, вот Олег говорит, что мы еще название не придумаем, она себя еще пока молчит, не хочет, чтобы мы ее пока чем-то обозвали, но завтра, я так думаю, народится, когда первые мазки придумали, то у нас сразу же проявится. Мы продолжим разговор с вами, поговорим о шелкографии сегодня, у нас сегодня, мы назвали ее персидская штукатурка, нашли мы уже это название, персидская, вот, то есть, ну, она похожа на дамасскую штукатурочку, мы делали, тоже тот же материал лучи, но мы пошли немножко другим путем, то есть нам нужен такой, чтобы был больше прихват, или даже не прихват, а больше времени, чтобы можно было бы его моделировать, там и работать с шелкографией, поэтому мы спустились во все тяжкие и смешали лучи андамисовскую с иркомовским воском, который для рельефных покрытий, где-то в соотношении 1 к 3, 3 части лучи и 1 часть, вот у нас было 3 литра лучи, после того, как мы нанесли на 40 квадратов первый слой, где-то ушло у нас полторушечка, и сейчас вторым слоем будем уже рисовать. Что это нам дает? Во-первых, на ощупь она такая шелковая получается, ты даже не прикасаешься, если, например, без воска, мы там нанесли в пятницу, вот такая она колюченькая, а сегодня уже мы проголи с воском, даже 1 к 5, мы где-то считали, то уже был результат, поэтому мы сделали еще 1 к 3, мне кажется, вот еще интереснее. Поэтому, ребята, что тут еще мы взяли на вооружение, пластиковые шпатля, вы это еще увидите, когда мы наносили металлическими, сейчас будем работать пластиковыми, по-варовски, миллиметровыми. Сегодня мы вам расскажем толковое, точнее не расскажем, мы продолжаем. Это финишный слой мы наносим нашей персидской штукатурке. Почему персидская? В чем же ее отличие от всеми известного нам аналога Атачента? Тем, что мы разбавляли само Атачента, ну или в данном случае лучи, мы разбавляли воском. Воск мы разбавляли примерно 1 к 3, да? 1 к 3, 1 к 4, где-то так. В общем, это вы должны сами решить, потому что насколько вам нужно вот этот момент, чтобы вы успевали нанести слой, один его разгладил, а второй за ним идет, уже приглаживает края. 1 к 3, хорошо, вот Олег подсказывает, что более точная цифра, это все-таки 1 к 3. И вот мы его моделируем. Но моделируем мы его в таком режиме, чтобы это было все-таки... Да, это то, что вот первый слой для того, чтобы контролировать саму толщину нанесения, да? А потом, вот второй человек, когда уже идет, он этот второй слой уже превращает в такую вот взъерошенность, уже в правильную, финишную, вот. Вот так вот, видишь, как и все хорошо. И можно... Доброе слово про шпатель и анхватер. А доброе слово, вот Олег подсказывает, чтобы мы вас познакомили. Очень добрая штука оказалась пластиковый шпатель фирмы Паван. Ну, это бесплатная реклама дедушки Павана. Потому что, как бы, им не сильно снимаем мы, как металлическим все-таки. Пластиковый он пластичный, гибкий, и потому им легче оставлять нужную нам... Последнее движение, кстати, очень легенько-легенько вообще держим и еле прикасаемся. Вот, оп, и вот так, оп, и оно взираж. В общем, можем... Вот тут уже надо подносить материал. Олег у нас оператор, поэтому мы сейчас поменяемся местами. И Олежка будет дальше наносить и рассказывать, что же он делает на первом слое. Потому что так получилось, что мы начали со второго и уже с финишного. А надо же вам рассказать, вот, для чего же мы делаем вот то, что вот Олег показывал тут. Поэтому сейчас я перехвачу у него эстафетку и он дальше пойдет вам рассказывать. Держите. Значит, что у нас здесь? У нас здесь металлический шпатель и пластиковый шпатель. Металлический нужен нам для того, чтобы мы будем металлическим наносить, а пластиковый я буду, ну, можно сказать, декорировать, можно назвать там, наносить равномерно, слоу и так далее. И так, приступим к нашей персидской, персидскому, да, шелковой штукатурке, фотографии. Значит, что мы делаем? Наносим сначала, берем на металлический шпатель, материалы, да, ну, вот такое количество, немножко. И опять идем по диагонали. Вы понимали, на ширину двух шпателей. То есть, два шпателя. На ширину двух шпателей и пошли по диагонали. Вот наша стена есть, пошли вот по этой стороне. Это диагональ. Значит, это какая толщина? Толщина, но вот принцип тот же, который и в декоративной штукатурочке присутствует, когда мы наносим модельную массу, это когда чтобы можно было рисовать средиземноморскую штукатурку. Ваталик, покажи ему средиземноморскую штукатурку. Да, вот я ее в эти лепесточки я могу рисовать. Значит, можно... менять угол. Я не помню, буду скоро работать. Понятно. Вот это седова, то каким-то образом будем менять. Вот я могу сюда нарисовать средиземноморскую, значит, у меня достаточно материала на стене. Теперь, что? Взял сюда немножко материала и делаю, ну что? Ну, напоминает это такая византийечку. Олег как-то вам показывал там зарисовочку, как он наносил византийку подобным образом. Вот мы там работали чем-то. В пармезанском мы делали. Да, в пармезанском. Да, мы пармезанском делали. Вот движение, вот где-то мы оттуда, так сказать, срисовали. Ну, или я, вернее, срисовал у Олега. А Олег где-то еще. Не важно, кто там придумал анекдот. Это не важно, но дальше все вручается. Да, движение вы сделали для какого... Он говорит, какую присоедините цель. Таким образом получается материал вы разносите по стене равномерно. Раз. То есть не будет у вас там где-то толще, где-то тоньше. Второй момент. Вы создаете определенный рисунок. Вот когда Олег уже будет заглаживать за мной, уже вот этот вот, наша византиечка, она даст свой тоже определенный рисунок будет он читаться. Когда будет наносить, ну или когда Олег будет уже шелк, ну как так сказать, шелкографию создавать. Что еще? Перед тем, как мы наносили материал, вот когда мы, помните, там есть такой фокус после грунтовки, да, мы шпателем зачистили металлическим. И сейчас мы тоже прошли все вот это инородные тельца мы отсюда убрали, чтобы когда делаем шелкографию, чтобы у нас ничего не было, никаких отвлечений. То есть для Олега, ну вот я сделал, вот видите, сколько тут. Поэтому мне надо сейчас полкать. Да, полтора квадрата. Я сейчас перехлочу эстафетку у него. Да, тень. Тень, ну вот, да? Нет, тень от камеры. А, с ней. По идее, вот это тоже можно сделать как самостоятельный рисунок. То есть он тоже имеет право на жизнь. Но опять у нас была другая задача. У нас была. Сейчас Олег дальше комментируй. Как я уже сказал, персистил, персистил, персистил штукатурку сделай. на, коллегка. Так я что-то что-то показываю. Просто повтори сейчас, что я вам сейчас прижожу до тех пор, пока материал мне прихватят. Да, да, хорошо, я тогда буду комментировать. Олег, будем отвлекать от работы. Значит, вот я нанес ему слой, да, отмоделировал его. Сейчас, подойди, я Олег, уберу, чтобы тебе не попадало под раздачу. и вот по мере продвижения, да, вот как он делает эту шелкографию персистку. Персистский шелк. Вот стена приобретает с каждым движением, ну, как бы это назвал бы, преобразовывается. Это закрепление такое, знаешь, происходит. Раз, материал уже дальше, как бы он не стомался. Ну, вот нам, скажи. Давай я повторю фокус. Просто есть момент такой, как бы возим до тех пор и разносим до тех пор материал, пока он живой. То есть, ну, сырой еще, живой. Потому что, как только он прихватится, все, дальше можно возюкать хоть миллион лет, он уже ничего не выдаст. Ну, как обычно, в аточентах, то есть, вы знаете. Но тоже отличается от отточента? Ну, от аточента отличается тем, напоминаю, что у нас тут воск есть. Ну, опять-таки, сам материал крепучий, но он, о, вот раз и прилип уже, То есть, по технике нанесения, это что же немножко отличается. Там же не с первого слоя, практически уже оттуда. но здесь есть момент такой, что, да, вот, нужно нанести равномерно, создать такую фактурку небольшую, и именно ей уже потом создавать вот этот рисунок, вроде как велюра, да. ну, если так, то немножко в секрет открою, что, если там у вас где-то получится такое вот, как движение вроде, ну, в рисунке, как вроде как кисточкой нанесли, так сильно заметное, то можно взять такую чистенькую, мокрую тряпочку, ну, так выжатую, и это место аккуратненько там этой тряпочкой отмоделировать уже в гладкость, чтобы не было этих движений от кисточки, видимых таких. Ну, не забывайте протирать шпатель, ну, так, чтобы он был без, если тут, вот, допустим, на краях присыхает, ну, взяли так, хоп, прошлись. И прицепи, а туда будет слышно? Да, нормально будет слышно, слышно я раз, и пошли дальше уже чистеньким, аккуратненьким. ну, 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 и в принципе, вот это все, как бы уже, я уже чувствую, что там уже, как бы, я уже не сделаю лучше. Ну, ну, когда мы закончили, как это получается? когда мы закончили, получается, вроде, как бы, такое, я не знаю, лучше, наверное, показать на той стене, там, где готово уже, Вот Олег сейчас повернет, выберет ракурс, там, аккуратненький такой. Ну, и такой эффект, вроде, действительно, как перелив, велюра, шелка. А вот здесь, вот я сейчас на бутылку получаю, фотография. Значит, чего это собирается, на этот период? Ну, в одну сторону я веду легенько, да? Потом во вторую сторону легенько, но уже, как бы, на противоход так. И получается, в одну сторону, в каких-то местах заглаживается, ну, ворса, а в эту сторону, в эту сторону ворса, и получаем такой вот, игра света и тени, можно так сказать. Потому что, частички в краске, в этой, по-разному отражают свет, вот и получаем, такой вроде, эффект перелива. Велюра, да? Да, велюра, да, такого. Перелива. Или барка, такая-то барка, да? Да, 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 да. Взяли рукой. Ну, я вроде как. Взяли, да? А другой тоже там. Если где-то еще сырое, или вы замечаете, что много, кучка какая-то, такая, материала осталась, то можно ее, вот таким же движением, опять разгладить, разгладить, и уже получаем тот же рисунок, соблюдая ту наклонность, которую там вы, направленность рисунка, какую вы хотите. У нас тут немножко получилось такой правый уклон. Вот и все. В принципе, прошу любить и жаловать царица Персии. Да, Персидская. Да. Продолжим. Хочу с вам знакомство с нашей Персидской штукатурочкой, шелкографией Персидской. Вчера вы видели, мы наносили первый, второй, ну, практически, да, там, шелкографию мы делали. Вот. Сегодня она подсохла. И какое там еще пожелание, предложение к подобной технике. Когда вот она высохла, мы ее так берем, есть желание ее потрогать, и такое ощущение, что вот есть такие места выглядят такие шероховатые. Ну, что мы можем сделать? Взять же патолек, металлический, и вот так мы полируем венец, вот такой, вот так, наздир. Вот так можем полирнуть и нашу Персидскую штукатурочку. и получаем все вот уже никаких, так сказать, шероховатостей. И еще какие-то скажи, не означаю. Про тряпочку, что ты хотел сказать. А, про тряпочку. Ну, тоже тряпочка, когда то там, какие-то шероховатости, тоже можем, например, пройтись влажной, да, там, салфеточкой и тоже из-за его будет полирнуть. Тоже получается очень интересный эффект. Так, дальше мы сегодня будем делать примыкания. Тоже вам покажем этот секрет старых мастеров. Потом тоже где-то, может быть, где-то были пропуски. Тоже мы их там можем опять-таки сегодня, да, там немножко подмазать. Вот сейчас я, например, покажу вам анолик. Покажу там, где мы пропустили. Нет, тут так, может, не будет видно. Надо свет выключить, да? Когда свет выключим, тогда только... И мне вот там интересно, как оно будет без света. На просвет. Вот там, где просвет. Олег, а ну, как оно там будет читаться? Вот здесь. Да, да, да. Вот так поближе его подведи. Да, вот так поближе и посмотрим. Да, да, да. Уберет. О! А пропуск наш, ну да, он видим только в таком свете. Это он здесь был. Сейчас я его посмотрю. Это он. Он так хорошо читал, а сейчас он дали, я его не вижу. А ну, Олег, включи сейчас свет. Нижний правый, да, крайний. Вверх, да. А, вот так видно. Видишь, там было под таким углом. Ну, сейчас посмотрим. Вот тоже можно, опять-таки, какие вещи исправлять. Еще вот это... срезала красочка. Вот так, там может попасть. Взяли немножко на шпателечек. Крутый. Каким же мочеком? Кром, как мы наносили. Первый слой. Кроменьким слой. Даже и пропуском, ну, отчего он получился. Прикольный эффект, это лазерный глечок. Да. А, кстати, покажи эту камеру тоже, ребятам. Интересовали, что это за камера? Где? Ну, ребята спрашивали, что это за камера. Вот когда оно есть, вот отражение в шпателе, камеры. Есть? Ну, от шпателя есть. Нет, от шпателя. А в шпателе камера видно? А, вот так? Да. Вот камера. Да, вот наша камера, наша помощница, да. Это GoPro, на такой удочке телескопичной. Да, и будут такие. И будут такие. Так, так что сегодня мы закончим нашу персидскую штукатурочку. Штукатурку. Штукатурку. Покажем опять вам вот эти вот, как мы справляемся с примыканиями, как мы справляемся с уголками. Например, тоже вот с этим. Что касательно примыканий, что мы здесь делаем? Мы специально не клеили ленту. Первый слой вот под эти, как мы называем, тяги, да, кто называет их, лентуца, там потолочные. А вот тут, да, может тоже. Значит, что мы сделаем? Мы сейчас проклеим ленту. Вот видите, да, они такие, не очень респектабельные. Особенно вот тут. Ну да, где-то мы подалазим. Ну, можно было опять-таки ленту клеить, но все равно это опять-таки ей нужно эту ленту, то есть можно было, там вот так проклеить. Но потом что? Все равно мы эту ленту нужно будет снимать и будет крайне очень ровной уже по опыту, знаю. Поэтому мы туда ленту не клеили, а проклеим вот сюда ленточку. Вот так ленточку приклеим и пройдемся. Я взял там модельную массу, пройдемся здесь и ленточку снимем и у нас получится идеально ровный край. Ну и так же само уголки там посмотрите, чтобы тоже были аналик сюда подойди. Например, у нас есть внутренний угол, есть внешний уголок. Тоже нужно даже рукой взяли, пальцем провели. Если там какие-то там есть тоже заусенцы, тоже взяли наждачечку или может даже губку такую жесткую. Ну как это уже будет под рукой что-то. И то, чтобы на прикосновение никаких не было замечаний. Ну вот такое пожелание, предложение. Ну заканчиваем мы, дорогие товарищи, эпопею с персидской штукатурочкой. Ну и то, что мы забыли, упустили и сейчас вспомнили. Вот хочется с вами поделиться еще. Ну по просьбе нашего немецкого друга, там по поводу валика, Олег что-то говорил, да? Что как я работаю валиком. Ну вот из опыта своего я помню, это может пригодиться даже тем, кто вот один работает. Обычно такую работу надо вдвоем делать. То есть один идет, наносит, как мы вам показывали, а второй как бы за ним уже рисует ну и доводит до финиша, да? А если один, то чистый шпатель держим рядом, в руках у нас валик и грязный, который мы разносим, потому что Олег делал первый слой, валиком нанесли, расформировали его в нужную нам толщину, взяли чистый, нарисовали. Опять там валиком накатали себе сколько там надо, диагональ соблюдаем, как это положено. Опять раскатали, раскатали, опять чистый валик взяли. Это, я же говорю, для одного техника. Ну это то, что я хотел сказать для немецкого друга, да, а если мы упустили, сказать, по расходу материала, то вот Олег сказал, что это приблизительно 100 миллиграмм на квадрат. Ну 120, 130, чуть больше 100 грамм. Ну я ему говорю, что это 150, потому что, как мы расход, потому что мы там запутались с добавлением воска. 6 литров получилось у нас, вот Олег говорит, 6 литров было всего материал, 5 литров, 5 литров, 5 литров плюс, а мы воск добавляли, когда мы уже чистым отработали чуть-чуть. А. То есть получаем, в итоге у нас было приблизительно около 5 литров, а вот 5 литров это чуть больше 100 грамм на 40 квадратов. Я прав? Значит, да. 100-120 граммов, вот приблизительно у нас получился такой расход. На персидскую? На персидскую, да, штукатурку. Ну что мы хотели там? А, и по поводу примыканий, мы вам байку так и не показали, снимали, да. Ну что, просто снизу проклеиваем ленточку, да, снизу багета, оставляя 1 мм от багета, проклеиваем ленточку, подмазываем каким-то то ли акриловым герметиком, то ли вот мы, у нас был материальчик там какой-то оставался белого цвета, мы им подмазали. Для чего мы это делаем? Чтобы, когда потом кисточкой прокрашиваем, краска не затекала под малярную ленту. И всё, и снимаем по-сырому. То есть не ждите, пока высохнет. Вот прошли там метров 3-4, прокрасили и сразу ленточку сняли. Потому что потом волокна придётся либо ленту подрезать опять, либо выдёргивается волокно там и так далее. В общем, лучше по-живому. И всё, и тогда красивее вы. Ну и то, что мы хочешь хотели ещё скрыть воском. А, родилась у Олега идея, ну мы с ним тут боремся, так, так, нам в невидимом уровне, так, да, ну, это у нас так, борьба такая. Что покрыть эту работу всё-таки какой-то типа воск с перлыной. Но пришли к такому, я по опыту своему рассказал, что у меня был опыт работы воском, чистым воском, по Атаченто. Эффект получился такой, вроде поставили стекло на стенку, то есть стеклянение материала, то есть рисунок мы видим, но вот этой вот перламутровости, вот перелива, блеска вот этого шёлкового уже нету. Он его воск приглушил вроде, и всё. Ну, рассказал Олегу, Олег вроде как взялся за голову, обещал подумать, обещал подумать над своим, поведением. Ну, это шутка. А если серьёзно, то где-то на каком-то объекте всё-таки мы попробуем, чтобы как бы и вам было бы интересно увидеть практику. Ну, мы, я думал, как же, давай немножко пролынки, или сделать один кондобуд с лучи, воск, который, киркомовский для Венеции. Олег говорит, что вот воск киркомовский для Венеции, это тот, который с зелёной текилочкой, я не путаю, не тот шёлковый, а именно воск для Венеции, тогда возьмём, воск для Венеции, добавим один к двум, один к одному, то есть пополам, с пырлыной. Нет, с вот этим же лучей. А, с лучей? А, с велветоном, с аточентом, то есть аточентом разбавляем один к одному с воском. Это очень сильно мы разбавляем. и попробовать им затянуть. Получится ли такой момент, вот как Олег говорит, глубина рисунка, 3D-эффект такой. А может быть воск мы сделаем один к двум, то есть две части воска, одна часть лучи, может хотелось бы добавить золотистого лучи. В общем, ожидайте нас в следующих программах, это всё-таки где-то мы сделаем, потому что, вот Олег говорит, что лучи она себя ведёт как-то вот, нету в нём такого, как лоска, да, нету. И вот потому у него желание такое было, что вот надо добавить что-то. Я говорю, ну если рисунок видно, всё красиво, заказчика устраивает, то лучше не экспериментировать. А вот если у нас есть желание где-то там показать своё, как там ты говорил? Не-не-не-не-не. Членство в авангарде декораторов, да, или как ты сказал? Да-да-да. Он же говорит, ну ты же вроде целишь в когорту киевских декораторов и всё время как-то так ты всё останавливаешь, меня не останавливаешь. Я говорю, ну подожди ты, нельзя сразу всё на одном объекте, вот выложить всё на тебе, он же не зовёт тебя никуда, ты уже всё знаешь везде. А так, в общем, хотелось, да, хотелось поделиться, в общем, ждите нас с этой работой, с воском. Будет, будет, всё-таки сделаем.